Здравствуйте! У нас сегодня 131-й, 131-й урок по книге Мишлей, и мы находимся с вами в начале 17-й главы. Начинаем 17-ю главу по книге Мишлей. Говорит Шлома Амеллах. Человеку принадлежит предположение сердца, а от Господа ответ языка. 16-я глава. Говорит Шлома Амеллах. Лаадам арахей лев умиаше меанел ашон. Человеку принадлежит предположение решения сердца, а от Всевышнего то, что ответит он языком. Мальмив объясняет, что сердце человека, оно уреху мисадер, оно составляет и делает порядок то, что человек будет говорить. Поскольку находится выбор у человека, и он сам решает среди многих возможных путей и возможных способов, что именно он ответит на каждый вопрос. И тем не менее, в конце концов, когда он отвечает, то язык говорит то, что исходит от Всевышнего. Ему нужна помощь человеку с небес, чтобы он ответил правильным ответом. Имеется в виду, конечное действие, которое делает человек, он нуждается в помощи Всевышнего после того, как он много анализировал и думал, как ему именно себя вести и как отвечать. Еще больше, в частности, это относится к тому, что слова, они как бы исходят от Творца. Как написано. Он приводит цитату, что я буду молиться Богу Всевышнему на небесах и сказала царю, чтобы он молился по поводу того, как правильно ответить. Здесь приводится цитата, которая приводит Мальмив, еще одно место, где говорится о том же самом. Но суд сводится к тому, что человек, когда он стоит перед каким-то выбором и выбирает, и анализирует, и составляет, тем не менее, и он нуждается в определенной силе Тодушмая, в помощи Всевышнего, чтобы дать правильный ответ. Это был Мальмив. Гоанмивильный отвечает, что во время, когда нужно говорить перед царем и перед министром, то в это время у человека есть только то, что он решил в своем сердце, что ему надо говорить. И что будет отвечать язык, все равно решает Всевышний. И все, что Всевышний положит ему в рот, то он и произнесет. И то же самое с Торой. Хагро, как обычно, всю книгу Мишлей старается перевести это из простого понимания на намек по поводу Торы, что Рахмона либо Бая Тора требует сердца человека. То есть, человек должен приготовить свое сердце и решить в сердце, что он решает, как он себя ведет и так далее. И когда он уже решает в своей душе, в свое сердце, что он обращается к Торе Всевышнего и обращается к Торе Всевышнего всем своим сердцем и всей своей душой и всем своим достоянием, то Всевышний дает ему Он ему дает Не буду переводить Для того, чтобы учить и обучать Торе. Таким образом, что хочет сказать Гаон? Гаон хочет сказать, что Тора в Торе, Тора отличается от всех остальных митсвот, тем, что митсвот Алмут Тора, она исполняется с помощью дебура, с помощью высказывания, то есть с помощью языка. Если человек просто митсвот Алмут Тора думает слова Тора, то он не выполняет митсву изучения Торы. В какой-то степени выполняет, но полностью митсву изучения Торы не выполнено. Поэтому, для того, чтобы было выполнено митсвот Алмут Тора, человек должен произносить слова Торы. И то, какие слова он произносит, правильно ли будет Тора, насколько она будет произнесена и так далее, это зависит от двух вещей. Первая вещь, которая является определяющей, это то, что он решает обратиться ко Всевышнему, к этой Торе всем своим сердцем и всей своей душой. И в ситуации, когда он это решает, то Акодыш Брагу посылает ему такую святую дышваю, что знание, помощь Всевышнего идет таким образом, что знание, понимание, разум приходят на таком уровне, что он может произносить слова Торы на очень высоком уровне. То есть, язык человеку в рот вкладывает Всевышний, на котором он будет говорить, и то, как он будет объяснять слова Торы, понимать слова Торы, преподавать слова Торы, это выходит от Творца. И простое понимание, которое Гаон согласен с Мальбиум, дает очень простое понимание, что когда человеку нужно стоять перед высокопоставленными лицами, министром, царем и так далее, то он должен в своем сердце подумать и решить, сердце это то, что принимает решение, что именно он будет говорить, понятно, проанализировав это разумом, после чего все равно, для того, чтобы, даже если он хорошо подготовился, для того, чтобы правильно говорить, нужна все это дышваю, помощь Всевышнего, и это то, что происходит. Следующее предложение говорит о том, что все пути человека чисты в его глазах, но Всевышний взвешивает души. Мальбиума в начале на иврите, что это значит? Коль драхей гаиш, зах ба и нав, все пути человека, они чисты в его глазах, в этохен рухот ха-шем, и душу проверяет, измеряет Всевышний. Говорит, Мальбиум, о чем говорится в этом предложении, что все дороги человека чисты в его глазах, но суть их, это души, которые проверяет Творец. Даркей нефиш, дороги души, их очень много, и невозможно человеку выбрать дорогу, которая будет чиста и лишена любых препятствий, каких-то преград. Но он должен пойти, идет всегда по пути в соответствии с таким Циюром, с той картиной, которая рисует его Гаева, его гордыня. Например, он делает, дает сдоку для того, чтобы лейтгао, для того, чтобы его Гаева насыщалась тем, какой он молодец, как много он дает денег. Или он идет по пути скромности и шеф-эль-руах, приниженности своего духа. Выширашоба, рухомица, адгава. И эти две вещи, его корни, они находятся в его душе со стороны меды, качества, которое называется Гаева. Что он хочет, чтобы все говорили, какой он скромный и тому подобное. То есть человек, который бааль Гаева, он может выбрать два пути. Первый путь, чтобы все знали, какую большую сдоку он дает, какой он вообще молодец. И второй, что он очень скромный, что все говорили, какой он скромный. Но и то, и другое, как бы одно и то же. Вэкэн яшпэлэс лы-руах. Это душа. То же самое есть с рухом. Что амэлах вэкэгэн гадоль, шерухо гаво, что царь, первосвященник, которого рух находится очень высохого, носа, и он возносится. Царих ла-лехэд бэдэрих йотэр меула. Он должен идти по более такой высокой дороге и поднять свое сердце по пути Всевышнего, к путям Всевышнего. И все это, ло-я-да-адам, но все эти измерения, по какой дороге ему идти, как правильно делать, поскольку в каждой дороге есть свои минусы, неизвестны человеку. А только Гошем единственный, который может все это измерить и определить в соответствии со своей хохмой, со своей мудростью, которая есть у Творца. Поэтому человеку каждый раз, когда он идет, выбирает себе путь, который ему надо идти, он должен понять, что любой путь, который ему нравится, он наверняка ему покажется в его глазах правильным, потому что он может взвесить и увидеть, в чем правильность этого пути. Но на самом деле измеряет эту праведность и проверяет, насколько она правильна, только Всевышний. Гаун говорит, «Коль даркэ адамним шахимахаратсон решон». Все пути человека, они созданы в соответствии с тем первым путем, с тем первым желанием, по которому человек захотел пойти. И как ему захотелось, вот в момент первого возникновения желания, в соответствии с этим человек строит уже свой путь. Имеется в виду, первое желание, это, как объясняет, Хакара Ильяна, первое верхнее знакомство, я не знаю, Билтимудат, которое еще не стало понятным, то есть человек еще сам этого не понимает. Этот рацион, он возникает, это желание, оно возникает в соответствии с нагиот и шиот, которые есть у человека, с его личными качествами, его личными нагиот, прикосновениями, желаниями, в зависимости от того, что у него есть. После того, как человек соответствует со своими медот, качествами, у него появляется какое-то первичное желание, еще не определенное до конца, после этого он начинает определять пути достижения этого желания, и эти пути, как правило, кажутся чистыми и прямыми в его глазах. И даже в тот момент, когда он делает какую-то аварию, он показывает, выглядит это так, что он идет по прямой дороге для самого себя. Но суть этого измеряется Всевышний, Всевышний знает, есть ли здесь какая-то ромая, есть ли здесь какой-то обман в его путях. Имеется в виду, Всевышний определяет первое желание человека, и он анализирует в этом желании, есть или нет какая-то пния, какой-то поворот, какой-то угол, когда человек хочет чего-то конкретного. И после этого, после того, как у человека это желание есть, дальше уже абсолютно бесполезно, потому что достижение этого желания человеку всегда будет касаться, поскольку это цель, и она как бы абсолютно стопроцентно верна, поэтому человеку будет казаться, что дорогу, которую он выбрал для достижения этой цели, она абсолютно правильная, потому что иначе этой цели он не достигнет. Поэтому, как бы основная проблема в том, чтобы человек, понятно, что есть разные люди, есть люди, которые даже после того, как они определили свою первую цель, они идут самыми разными путями, в том числе путями, я не знаю, грабежа, обмана, насилия и так далее. Но есть люди, которые после того, как они определили первую цель, они идут к этой цели в общем более или менее нормальным путем. И весь вопрос в том, цель, которую они определили, это цель определенная в связи с качествами человека, его первичным желанием. Эта цель, она, насколько она правильна, и насколько в ней есть нагиот, насколько есть какие-то прикосновения, которые мешают быть объективным. И в зависимости от того, насколько это неправильно, в зависимости от этого будут неправильны все его пути. Но человек этого видеть не может, потому что эта цель в его глазах кажется абсолютно верной. Я еще раз повторяю, я имею в виду человека, который более-менее разумный человек, человек, который старается идти по путям Тора и заповедей, человек, который выбирает себе верный путь, ищет себе верный свой путь во Вададе-Хашем, в службе Всевышнего. Даже в этом человеке, в зависимости от того, как он видит свою цель, ему будут казаться какие-то вещи правильными, что иначе сделать невозможно, иногда это действительно иначе сделать невозможно, и он абсолютно прав. Просто возможно, что это не надо было бы делать вообще. Сама цель, сама по себе, является ошибочной. Хотя я сейчас не говорю о цели какой-то супер неправильной, я говорю о цели, которая более-менее осознанная и верная цель, но в нём есть нагиёт, который мешает прикосновения, какие-то изгибы, как нагия перевести по-русски, личная заинтересованность, которая мешает ему понять, по какому пути надо правильно двигаться. И в этой ситуации все остальные вещи, которые он сделает, они тоже будут как бы с какими-то минусами, которые будут мешать идти по правильному пути. Окей? Двинемся дальше. Предложение номер три говорит нам такую вещь. Возложи на его... Сейчас. Возложи на Господа дела твои и утвердятся помышления твои. Мальбим объясняет этот пасук. Пасук Гиммел. А, в начале мы пасук должны прочитать. Говорит Мальбим. Голь эль-Гаше муасейха в якну мах шеватейха. Голь это от слова Легалот раскрывать. Раскрой Всевышним твои действия в якану мах шеватейха и твои мысли станут киним. Слово киним вот трудно подобрать эквивалент на русском языке. Когда братья пришли к Йосефу во время в книге Берешит, когда они пришли в Египет к Йосефу, то Йосеф их обвинил в том, что они мираглим, в том, что они разведчики. Братья ответили Йосефу, что мы не мираглим, киним анахру. Киним от слова мы чистые, мы прямые, мы люди, которые пришли для того, чтобы просто никакой проблемы никогда мы не были мираглим, мы абсолютно без... честные, ну пусть были честные, за неимением другого слова. Это не совсем, не знаю, как перевести. Так вот, объясняет Мальбим, Голь эль Гошем Маасейха ваикунум и Шаватейха Открой Всевышнему свои действия и он очистит твои мысли. Когда мысли, их очень много, и они находятся перед лицом души, и нету у них басиса, базы, и нету у них какого-то направления, то если человек делает свои действия только для Всевышнего, то есть для того, чтобы увеличить квод Гошема, славу Творца и сделать его желание до такого состояния, что он понимает, что Гошем это и есть тахлит, это и есть цель всех его желаний, тогда есть в его махшавот, в его мысли, кан у басис, басис это база, а кан это от слова кавана направление, направление и база, он сразу находит две вещи, в шилове человек перестает думать, а только делать то, что раскрывает квод Гошема в этом мире, таким образом, Мальбим объясняет этот басуг таким образом, раскрой Всевышнему свои действия и будут твои мысли получат направление, то есть, когда человек решает, что поскольку есть очень много в этом мире непонятных вещей, он полностью запутан, то поэтому он раскрывает свои действия таким образом Творцу, что он все действия, которые у него есть, он направляет и делает только ради одной вещи, только ради того, чтобы раскрылся квод Гошем в этом мире, раскрылась слава Всевышнего в этом мире, и для этого он направляет все свои действия, других не делает. в этой ситуации Всевышний делает так, что его мысли станут очищены, Кавана имеется ввиду, что его мысли получат определенное направление, он сразу сделает так, что вся жизнь будет иметь направление и объясняет Мальбим басис базу для того, чтобы выполнить то, что он пытается сделать, и тогда все действия и все мысли пойдут в одном и том же направлении раскрытия квод Гошема. То есть, в начале, в предыдущем посылке мы сказали, что все зависит от первичного желания, которое возникает у человека, и человек не может проанализировать это желание, его может проанализировать только Всевышний, поэтому желание, которое возникает у человека, оно становится для него вот таким вот определяющим, и после этого желание, которое не может четко сформулировать из-за нагиот, из-за как? Заинтересованности, которая у него появляется, личной заинтересованности, которая у него появляется, он не может полностью определить свое желание, Поэтому теперь все его действия будут иметь некий изъян в соответствии с этим желанием, и он его не сможет заметить, его будет видеть только Всевышний. Поэтому возникает вопрос, а какое лекарство, если я не знаю, что я делаю, не знаю, правильно ли мое желание, и знаю заранее, что все мои действия будут сугубо отрицательными, ну не полностью, конечно, но в большом проценте, поскольку я не могу определить ошибку своего желания, то что теперь дальше-то делать, как жить? Отвечает на этот вопрос Шлома Мэллах и говорит, а дальше жить по принципу того, что я должен сделать так, чтобы все мои желания, поскольку я не знаю, какие из них правильные и какие неправильные, все были посвящены раскрытию квода Ашема, раскрытию уважения ко Всевышнему, раскрытию почитания Творца в этом мире, и для этого я должен делать все свои действия. И тогда Всевышний направит, наладит и сфокусирует мои каванод, мои мысли, таким образом, что они все станут сугубо положительные, сугубо в одном направлении, в правильном направлении. Окей? Гаон говорит, раскрой Всевышнему твои действия, и будут исправлены, будут по правильной каване направлены твои мысли. Это относится к тому, что мы говорили только что, то есть говорили чуть-чуть раньше. Имеется в виду, что поскольку ты не знаешь правильной дороги, потому что любая дорога для человека кажется в его глазах, прямой, правильной и вот точно такой, как нужно, поэтому нельзя полностью опираться, вообще никак опираться на свой разум человеческий, но человек должен увидеть, чтобы его действия были в соответствии с желанием Всевышнего. И тогда будут получать правильное направление его мысли, чтобы они также стали, даже мысли, соответствовать желанию Всевышнего, а не человек не стал бы думать, размышлять о каких-то вещах, которые не соответствуют желанию Творца. И из-за этого автоматически все действия и все мысли станут чистыми, будут выпрямлены и пойдут по правильному пути. То есть комона, извините, комона этого пасука, как объясняет ее Гаон Мивильна, это направление исправления своих мыслей и своих действий, подчинение их конкретной цели, и за счет этой цели человек свое первичное желание, которое не всегда соответствует этой цели или почти никогда не соответствует, человек аннулирует свое первичное желание и становится его желанием только одно – раскрыть Квода Ашем, раскрыть славу Всевышнего в этом мире. После того, как человек это делает, после этого, если он действительно направляет все свои мысли только на эту структуру, то после этого Хакодаш-Брыгу очищает его мысли и дает ему правильное направление его действий, и в результате и мысли, и действия становятся стопроцентно верными. Это кавана этого пасука. Но понятно, что здесь есть подводные камни. Подводные камни, во-первых, мы, может быть, тоже встречали таких людей, которых интересует в этом мире не только Квода Ашем, не только раскрытие почести Всевышнего в этом мире, у них есть какие-то свои личные интересы. Зарплата, я не знаю, что конкретно. Короче говоря, вопрос, который здесь возникает, вопрос очень простой. Как технически можно сделать так, чтобы человек интересовал только Квода Ашем и не интересовали никакие свои личные вещи? Это физически до этого добиться достаточно тяжело. Есть псалом, в котором Давид Амеллах молится Всевышнему. Он говорит, что меня со всех сторон я псалмы не приготовил. А, приготовил. То есть не приготовил, но меняется на русском. Когда Давид Амеллах молится Всевышнему, он говорит, что меня со всех сторон окружили враги. С одной стороны, это первое. Второе, у меня есть много болезней и так далее. И вообще я уже не в состоянии больше никак существовать в таком виде. И просит Всевышнего о том, чтобы Всевышний оказал ему помощь. Одну секундочку. Шестой псалом. Руководитель Нагенот. Псалом Давида. Господи, не в гневе Твоем наказывай меня и не в ярости Твоей карай меня. Помилуй меня Всевышний, потому что я несчастен. Излечи меня, потому что содрогаются кости мои. То есть, с одной стороны, я несчастен из-за внешних врагов, которые наступают на государство. С другой стороны, я совершенно больной, не могу, содрогаются мои кости. Болезни бывают, говорят комментаторы, разные. Бывают болезни, которые касаются части человека, тела человека, кожи, мяса. Болезни, которые дотрагиваются до костей, это значит, что болезнь до конца. И душа моя потрясена сильно. То есть, не только телесные, но и духовные несчастья. Это несчастье со Вшаломом, сыном Давида, который восстал против Давида и так далее. А ты, Всевышний, да когда? Сколько может вот это вот испытание длиться? Верни, Всевышний, спаси душу мою, избавь меня ради милости Твоей. Ибо нет в смерти памяти о Тебе и в преизводне, кто будет благодарить Тебя. Устал я в стенании моем, обываю каждую ночь ложем ее. И стаивает от слез моих постель моя, и слела огорчение мое тело и так далее. Око мое вырвано от всех врагов моих. Господь, голос плаща моего услышал. Господь, прими молитву мою, престижен и поражен будет сильно всем враги моим. Псалом Давида, когда Давид молится о том, как все плохо, совсем плохо. Но при этом объясняют комментаторы, что это молитва Давида. Есть еще несколько псалмов очень похожих. Это молитва Давида, когда он молится на эту тему. Он, с одной стороны, молится о том, чтобы все несчастья, которые у него были, были как можно быстрее прекратились. С другой стороны, есть определенная цель этой молитвы. Одну секундочку. В 25-м псалме он пишет очень похоже. К тебе, Всевышний, я душу свою возношу. На тебя полагаюсь, да не буду я престижен, и не восторжествуют враги мои. Все надеющиеся на тебя не будут престижены. Пусть престижены будут изменяющиеся пустоты. Пути твои объявили меня, спастизявно учи меня. Потом я пропускаю немножко, потому что иначе очень много будет. И он пишет. Все пути Всевышнего, милость и истина для кряльчих, завет его. Ради имени твоего, Всевышний, прости грех моего великого. Тому, кто боится Бога, укажет путь, какой избрать. Душа его во благе пребывает. Потомство наследует страну. Тайня Всевышнего для тех, кто его боится. Глаза мои всегда ко Всевышнему он извлекает из сети ноги мои. Помилуй меня в одинокий аспирен. Умножены беды сердца. Посмотри на страдания, посмотри на врагов. Сохрани душу. Ибо на тебя я полагаюсь. Здесь Давид Амеллах обращается ко Всевышнему по поводу своих бед, но объясняет цель этого. И объясняют комментаторы, что Давид Амеллах говорит Всевышнему о том, что моим страданиям нет предела. Я уже совсем кончаюсь от мучений и так далее. Поэтому Всевышний избавит от меня. Но для чего все это нужно? Для чего, почему я прошу избавить меня от мучений, страданий и так далее? Я думаю, что каждый из нас, когда у нас какие-то несчастья, начиная от мелкой головной боли, мы молимся Всевышнему и просим избавить нас от этих несчастья. Это правильно, так и нужно делать. Но обычно наши кавана, когда мы просим избавить Всевышнего от наших несчастьй, это пока несчастья нам мешают. Мешают жить. Давид Амеллах молится и просит Всевышнего избавить от несчастья в связи с тем, что эти несчастья мешают ему служить Всевышнего. Он просит Всевышнего о благополучии, о том, чтобы враги отступили, о том, чтобы болезни не были и так далее, по той причине, что он весь состоит из желания служить Творцу. То есть он хочет, чтобы у него были самые лучшие условия для того, чтобы через него раскрылся к воду Ашем, раскрылась слава Всевышнего. И он продолжает и говорит, что в случае, если эти несчастья и все, что со мной происходит, не мешают раскрываться славу Всевышнему, а ворот, по каким-то вещам, которых я не вижу, поскольку сообщи мне, ты Всевышний, каким образом ты управляешь этим миром. Но если я не вижу и не понимаю, почему страдания в этом мире нужны для того, чтобы раскрыть славу Творца, а это тем не менее нужно, то, Всевышний, я не обращаюсь к тебе с просьбой убрать страдания от меня, несчастья и так далее. Я прошу это только для того, чтобы я мог лучше служить Всевышнему и лучше раскрывать Твой кого-то. Если же, наоборот, страдания, несчастья и так далее нужны для того, чтобы через это раскрылся Твой кого-то, то я не обращаюсь к тебе с этой просьбой. То есть цель нашей молитвы – это чтобы мы были помещены в наиболее рентабельные и правильные условия для того, чтобы через нас раскрылся Кво-да-Шема. Слава Всевышнего! Это то, о чем говорит сейчас Шлома Амеллах, сын Давида, когда он говорит, открою Всевышнему свои действия, и они будут направлены, все мысли Всевышний направит и исправит все мои мысли. То есть Шлома Амеллах говорит, что я должен постараться направить все, что у меня есть, все идеи, все действия, рационот и так далее, для того, чтобы был раскрыт Кво-да-Шем в этом мире. Слава Всевышнему в этом мире. Если человек это делает, то тогда автоматически все действия, которые он будет делать, он будет делать Лэшем, Авода-да-Шем для службы Всевышнего, ради раскрытия Кво-да-Шем. И это то, для чего он, собственно, создан в этом мире. Здесь не идет речь о том, что если человек направит все свои каванод, все свои мысли, все свои намерения на то, чтобы раскрыть Кво-да-Шем, то сразу же ему станет хорошо в этом мире, вот так вот. Он будет чувствовать себя замечательно, все болезни уйдут, останется только радость, счастье, блаженство и нирвана. Об этом ни Шлома Амеллах, ни Давида Амеллах не говорят. Они говорят о том, что человек, который сделает это, он будет удостоиться того, что он станет Ешаром, и все его действия будут направлены Лэ Авода-да-Шем ради службы Всевышнего. Но то, что ему хорошо, этого никто не говорит. Ему будет хорошо Митса-да-Шем со стороны того, что он выполняет то, что хочет Всевышний. Но самому ему это может даже очень сильно не понравиться. Окей. Это то, что говорит Давид, когда он просит Всевышнего избавить от несчастья. Он просит, если эти несчастья мешают служить Ешему. Но если они нужны для службы Всевышнего, то он не обращается с этой просьбой ко Всевышнему. Оставь так, как это есть. Он полностью передает себя в руку Творца. Окей. И следующий пасук, достаточно тяжелый пасук. Попробуем с ним разбираться. Пасук номер пять. Говорит. Мерзость между Всевышним. Всякий высокомерный. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Посмотрим, как это звучит на Лошон-Акодыш. И переведем самостоятельно. Тавад Гошем коль гавуалех. Мерзость перед Всевышним. Всякий человек сердца, которого находится высоко. Ят лы ят лу инаке. И рука руку не очистит. Мальбим начинает объяснять этот пасук довольно коротко. Гагро очень много пишет. Мальбим говорит, что мерзость для Всевышнего все, что является высокомерным сердцем. Сказано также, что нету Гошем не наказывает за мысли и за плохие действия. Все время, что они не дают каких-либо плодов в действиях человека. И также, за действия он не наказывает сразу посредством прямого слежения за действиями человека. Но он скрывает лицо от согрешившего. И оставляет его на какое-то время, ламикрезман, на управление временным. Окей. Давайте пока этот кусочек попытаемся понять. Мальбим здесь рассказывает нам о путях управления мира Всевышним. И рассказывает два вида милосердия Творца по отношению к человеку. Первое. За хорошие мысли, он здесь этого не пишет, но это так. За хорошие мысли Всевышний дает награду сразу. В ту же секунду, что человек делает, у него есть какая-то хорошая Макшова мысль, то Всевышний его засчитывает, как будто бы человек это уже сделал. В отличие от этого, за плохие мысли, кроме мысли Авода Зойра, идолопоклонства, за остальные плохие мысли Всевышний не дает наказания за мысли, только за действия. Это первое. Беда трахами, мера милосердия Всевышнего. Второе. Что даже за действия, которые делает человек, по логике вещей, Всевышний должен сразу же дать наказание за ту Аверу, которую делает человек. Но Всевышний этого не делает. Он оставляет возможность сделать шуву, еще какие-то возможности. Он оставляет эти Аверу на некоторое время. И вместо наказания делает так, что он скрывает от человека свое лицо. И человек находится в таком неком вакууме по отношению к Творцому. Это может быть самое большое наказание. Но тем не менее, он сразу же не уничтожает. Не уничтожает человека. И не так с медой с качеством, которое называется говолев, высокомерие. Что человек думает в своих мыслях, что он находится на очень высокой мадреге, на очень высоком уровне. Высокомерный человек, понятно, что он всегда думает, насколько он высоко находится. Посредством этого он своими духовными силами делает перцу, делает какой-то прорыв в сердце. И он рассматривает это на каком-то непонятном совершенно состоянии. И посредством этого он не слышит Деврей Тора. Он не слышит слов Торы. И не может слышать своих учителей. Потому как, если он высокомерен, то он понимает, что он никак не ниже, чем его учитель. И, соответственно, учитель может быть... И учитель Тора, я имею в виду, не учитель математики. Учитель Тора может ошибаться, я могу быть прав. Поэтому, когда мне дают какие-то упреки, просто пытаются объяснить какую-то вещь, то они вызывают у меня сразу некоторые сомнения. И я отказываюсь от этих вещей. И он приступает через гвулот, через границы понятия мусар. И это шорош, корень, поророш, ланы. Что человек как бы с открытой головой, и он все время отвечает. Он отказывается воспринимать что-то. И эта вещь, вот такая вот гова лев, она является тавой мерзостью перед глазами Всевышнего. Настолько, что человек наказывает за нее. Яд лыяд. Имеется в виду непосредством посредников. И не очищает человека от наказания. То есть, наказание приходит по каким-то природным вещам, по законам природы. И иногда бывает раша, который продолжает жить в своем зле, потому что Всевышний надеется, дает ему возможность возвратиться к шуве. Но высокомерный человек, это не так. Поскольку у него нет надежды вернуться к шуве, то поэтому нет смысла ждать и не наказывать. Понятно, что здесь тоже есть границы. Я не знаю, где проходит граница высокомерия человека, которому Всевышний наказывает его сразу и не дает ему возможности вернуться к шуве. Поскольку понятно, что медат гава тоже есть какая-то возможность шувы. Но тем не менее, чем более высокомерен человек, тем меньше у него возможности лакзор быть шува, вернуться к шуве. И, соответственно, по законам управления мира, нет у Всевышнего смысла дать человеку еще какое-то время на раздумья и так далее. И здесь заработают законы Всевышнего немножко по другим принципам. Это Мальбин. Гаун сюда вводят очень много в это предложение. Есть много комментариев. Давайте попытаемся разобраться. Первое. А, это я какое читал? Пятое или четвертое? А четвертое я прочитал? Нет. Извините, нам надо вернуться. Я думал на другую тему и пропустил четвертое предложение. Четвертое предложение говорит о том, что все сотворил Всевышний для почитания своего, а нечестиво обледет он на день бедствия. Мерзость перед Всевышней каждый высокомерный, как мы только что прочитали. И в четвертом предложении Мальбин говорит очень короткий комментарий, что все, что сделал Всевышний, он сделал ламаныгу ради самого себя. Имеется в виду, по какой дороге будет открыто действие человека по направлению ко Всевышнему, поскольку это открыто Всевышним, поскольку все, что делается, делается для Творца. И все создания, все создания, которые могут быть, все, что создан Творец, он создан для своего почитания. И все действия человека, они должны быть направлены для квод Гошема, для почести Всевышнего. То есть, что это значит? Что имя Всевышнего должно быть Микудаш, освящено внутри созданий. И также тогда ты увидишь, что Раша, который раскрывает, через него тоже раскрывает. Раша это человек, который Михалель Квод Гошем, который оскверняет славу Создателя и делает против его желания. И он, у него это получается. И действия, которые он сделал, они существуют. И мы увидим, что это тоже было Лихвод Гошем во имя Создателя, потому что все это приготовлено ко дню зла, которая произойдет, что есть день, который предназначен для того, чтобы он получил наказание, и тогда осветится имя Всевышнего, когда будет сделан мишпад суд над Рашоем, и имя Всевышнего будет увеличено из-за этого. То есть, то, как понимает Мальбим этот посуг. Посуг нам говорит о том, что все, что сотворил Всевышний, он создан для своего Ковода, для своего почитания. И нечестивого он сохраняет для дня его суда. И в день суда над нечестивым раскроется через наказание, которое Раша получит, раскроется, Квод Гошем, раскроется почитание Всевышнего. Здесь есть очень много моментов, которые непонятны. Начнем до того, как будем читать Гагро. Я не знаю, всего ли Гагро мы успеем прочитать. До того, как будем читать Гагро. Здесь есть первая шейла, первый вопрос, который невозможно пройти мимо. Всевышний создал все для своей славы, для своего почитания. Звучит это немножко странно. Человек должен быть скромен, а Всевышний он настолько нескромен, что ему нужно было создать людей, для того, чтобы люди его почитали и раскрывали его почести. Это вопрос, который как бы очевиден. Первый вопрос, который здесь возникает. И второй вопрос, который внутри первого вопроса возникает. Что когда мы говорим, что Всевышнему нужно, чтобы его почитали, то это подразумевает под собой, что у Всевышнего есть некое несовершенство, некоторый изъян, некоторое чего-то, что не хватает. Ему не хватает Ковода. Даже если мы оставим в стороне, почему и как, замысел Всевышнего мы не можем понять, но Всевышнему зачем-то нужен кого-то, то тем не менее, мы включаем себя тут же, мы включаем в эту формулировку, что Всевышний, он не самодостаточный, ему чего-то не хватает. Ответ на этот вопрос, он как бы простой, постараюсь коротко его. Акодыш Баргу, безусловно, достаточен, самодостаточен, и кому-то ему как-то, кому-то не нужен. Но в замысел Всевышнего входит понятие дать награду созданиям, которых он создал, для того, чтобы это создание получили награду и получили ту таву, то добро, которое Всевышний приготовил им еще до создания этих людей, мира, всего. С самого начала в замысел Всевышний входят награды, которые получат люди. Для того, чтобы это тава, это добро, оно могло достигнуть людей, для этого должна раскрыться квод Гошем, должен раскрыться внутри созданий квод почитания, уважения, уровень, метрамамут, величие Творца. После того, как Бруим, Невроим, Создания могут каким-то образом этого коснуться, удостоиться этого понять, после этого квод Гошем, когда он раскроется в этом мире, он будет являться причиной, во которой тава, добро приготовленная нам, достигнет наших сердец, нас с вами. Поэтому, то, что сказано, что Всевышний нуждается в квод Гошем, он нуждается для исполнения того желания первичного, которое понять человек не может, оно находится выше понимания человека, что для того, чтобы создание получили награду, они должны эту награду заслужить. И заслуга этой награды, то, что они раскроют квод Всевышнего, приведет к тому, что когда раскроется уровень, какой-то уровень почитания Всевышнего, чем выше он раскроется, тем сильнее, то после этого сойдет в мир то добро, которое Всевышний приготовил к ним заранее. Поэтому, говорит Мальбим, что одна из вещей, которая здесь вызывает такой некоторый парадокс и вопрос, это то, что все приготовлено для квод Гошема, включая нечестивцев. На первый взгляд, нечестивцев их надо убрать с этого мира, закончить с ними, и все тогда будет хорошо и в порядке. Но Акодаш-Барагу их холит и лелеет, бережет, делает так, чтобы они существовали в этом мире. И нужно это для того, чтобы через них также раскрылся квод Гошем, как он раскроется через праведников. Каким образом это произойдет, каким образом Раша через него также раскрывается квод Гошем и кедуш Гошем, как через праведника, это мы сейчас попытаемся увидеть внутри Гаона. Но здесь сказано, что через Рашуем точно так же раскрывается квод Гошем, как через Садиким. И это то, о чем говорит Медраж, который говорит, что Рашуем прославляют Всевышнего в Гееноме, точно так же, Микатшим от Шем Гошем освящает имя Всевышнего в Гееноме, точно так же, как это делают садиким в Ганедане, точно так же, как через праведников в Ганедане раскрывается квод Гошем и кедуш Гошем, Точно так же это происходит через Рашо и Гейноми. Разница только, что получает тот, кто прославляет Всевышнего. Он получает Гейном или получает Ганедан. Но через него замысел Всевышнего будет выполнен абсолютно одинаково. Теперь, а? Теперь, это не совсем понятно, но тем не менее, на каком-то уровне это понятно. Теперь, Мальбем объясняет, что в тот момент, когда Всевышний накажет нечестивцев, то в тот момент для остальных раскроется почитание Всевышнего и Квода Ашема. Раскрытие Всевышнего произойдет таким образом, что Люи увидят, что Раша получает наказание за свое рашаидство, и среди оставшихся других людей раскроется Творец. И это то добро, то тава, которое будет. Это не очевидно, что это единственный путь объяснения. Поэтому сейчас попытаемся прочитать Гаона, а потом настолько, насколько у нас хватит времени, обсудить. Гаон очень длинный. Говорит Гаон, что все, что создал Всевышний, он создал для своего Ковода, для своего почитания. Макор этого, источник этого, это Гемора Ирушалми, который говорит в Геморе Йома. Коль маше бара, а кодэш бара гу, лихва добара. Все, что создал Всевышний, он создал для своего Квадо, для раскрытия своего Ковода. И даже Рашу в день его суда, в день, когда ему станет плохо. Так же Рашу, Всевышний, создал для того, чтобы он пришел к дню, когда ему становится плохо. То есть, для того, чтобы его наказать за все изъяны, за все недостатки в Митцвод, которые он сделал. Это первый комментарий. Это фактически есть комментарий Мальбима, который привел Гаон. И еще. Говорит Гаон, что это относится к предыдущему пасуку. То есть, что написано в предыдущем пасуке? Открой Всевышнему все свои дела, и он приготовит, направит твои мысли. Объясняет Гаон, что имеется в виду. Что означает Рацион Иоашем? Что значит, что ты должен сделать так, чтобы все твои дела превратились в желание Всевышнего? Так вот, он говорит, что что такое желание Всевышнего? Знай, что все, что делал Всевышний, он делал ради себя. Что значит ради себя? Ла-ма-ан-э-гу. Здесь написано на иврите ла-ма-ан-э-гу. Ла-ма-ан-э-гу дословно ради него. Но здесь есть некое сокращение. Гагро сразу же переводит этот пасук на уровень ремеза, на уровень намека, может быть, еще глубже. Ла-ма-ан-э-гу это ла-ма-ан-гей-ваф. Ради двух букв. Буквы Гэй и буквы Гав. Буква Гэй это пять. Пять это пять книг Торы, которые пять письменная Тора. Ва-ф это Тора Шебихтаф. Слиха. Гэй это Тора Шебихтаф, письменная Тора. Ва-ф это Тора Шебальпэ. Почему Ва-ф это Тора Шебальпэ? Потому что это шесть сэдеров Мишны, которые есть в Мишнаестве. Шиша сэдре Мишна. Гэй это Хэмешахом Шей Тора. Это пять книг Торы. И это первое объяснение. Ла-ман-э-гу. Второе объяснение. Буква Ва-ф это Митсвы Асе. Буква Гэй это Митсвы Лоты Асе. Ва-ф это Митсвот Делай. Гэй это Митсвот Не Делай. Гагро в Шир-Гашире поясняет чуть-чуть больше. Буквально два слова добавляет. Что каждая Митсва Делай, она включает в себя буква Ва-ф. Что имеется в виду, я сейчас объясню. А Митсвы Не Делай, они включены в букву Гэй. Здесь имеется в виду буква Ва-ф имени Всевышнего, Юткой и Вавкой. И буква Гэй имени Всевышнего. Гэй это Женское Время. Женское не Время, а как оно называется по-русски. Женский Род. Женский Род, он определяется одной из определений женского рода. То, что в конце слова стоит буква Гэй. А буква Ва-ф это Мужской Род. Мы сейчас обсудим почему. Вначале обсудим почему Гэй соответствует женскому роду. Не важно сейчас почему. Буква Гэй соответствует женскому роду. Корень женских Митсвот это Митсвот Лоты Асе. Это Митсвот Не Делай. Поэтому женщина освобождена от всех Митсвот, почти от всех Митсвот, связанных со временем. Митсвот Делай, но Митсвот, который даже связан со временем. Митсвот Не Делай, женщина обязана соблюдать так же, как мужчина. Не воровать, соблюдать шаббат. У женщины и мужчины нет разницы. А в Митсвот Делай надевает филид и талин. Есть разница между женщиной и мужчиной. Поэтому Гэй это относится к женскому роду. Вав это всегда соединение. В. В это Асе. И сделай. Митсвот Делай. Митсвот Не Делай, они созданы для того, чтобы не удаляться от Творца. Митсвот Делай, они приближают нас ко Всевышнему. Митсвот Делай это функция мужского рода. На диване от филид и талита, как мы договаривались. И Митсвот Делай, она соединяет, приближает нас к Всевышнему. Поэтому Ла Ма Анейху, второй комментарий Гаона, это ради Митсвот Лото Асе и Митсвот Асе. И это то, что сказано. Что Давид, Давид Эмелах, он сформулировал все Митсвот Торы в качестве 11 кололим, 11 правил. 11, неважно сейчас каких 11 правил, это самый последний амут Гемора Макас, но мы не будем его читать, там довольно тяжело сформулировать, как в эти 11 входят все. Но 11 это Гематрия, Гей и Бав, 5 и 6 это 11. Буква Гей, это Митсвот Лото Асе, и там перечислены, внутри 11, который перечисляет Давид, 5 не делай и 6 делай. И поэтому они сформулированы, сформулированы Давидом Эмелах в 15-м псалме от 1 до 5 предложения. Давид Эмелах их формулирует. Ми, Егур и так далее. После этого, после того, как мы сформулировали то, что нам сейчас удалось сделать с помощью Гаона, когда он говорит ламаныху ради этих вещей, то есть ради праведности, которая вытекает из письменной и устной Торы, и ради праведности, которая вытекает из Митсвот делай, из Митсвот не делай, После этого не может не возникнуть вопрос, если так, и все, что сделал Всевышний, он сделал ради тех, кто идут по законам Торы, то зачем создана Раша, нечестивец, который не выполняет Тору? Об этом говорит Шлам Мамелахи, говорит, что также нечестивца он создан для того, чтобы он достиг дня, когда ему станет плохо. Имеется в виду наказать за то, что он не выполнял эти Митсвот и нарушал желание Творца. Сот Гаиньян, теперь Гаон начинает писать то же самое, более, ну не то же самое, а раскрывать то, что он имеет в виду. То есть, четыре пасука, которые мы с первого по четвертой этой главы прочитали, Сот, тайна этих пасука, говорит так. Так, существует дорога и совет, который дается человеку, как ему нужно себя вести, и как ему нужно идти по дороге Радсон и Дбарах, желание Всевышнего Благословения Довитого. Потому что каждый человек, у него есть своя дорога, по которой он должен двигаться. Потому что не может быть, что дат, знания, понимания каждого человека, они подобны одно другому. Каждый человек, он отличается от другого человека. Так же, как отличаются лица другого человека, лица людей друг от друга, так же отличается их диод, их знания, их понимания друг от друга. И нету так, чтобы природа двух людей была одинаковая. И когда были пророки, то люди ходили к пророкам для того, чтобы спросить Лидроша Дгашем, спросить Всевышнего, по какой дороге я должен идти, какой мой индивидуальный путь в службу Всевышнего. И пророк отвечал через пророчество, по какой дороге нужно идти именно этому человеку в соответствии с корнем его души и с природой его тела. Пока более или менее понятно. Пример, который мы все знаем, Ривка и Мейну, когда она была чуть-чуть беременна, то она чувствовала, что в ней происходит внутри что-то такое необычное для беременности. Для меня стала загадкой, как она это чувствовала, поскольку это была первая ее беременность. Почему она знала, что это необычно, это отдельный вопрос. Но поскольку я не знаю, как чувствовать себя первая беременность, то я не очень могу ответить на этот вопрос, не буду во всяком случае. Но она почувствовала, что в ней происходит что-то нестандартное. И она понимала, как говорит Раша, что ребенок, который, когда она проходит мимо Авой Дезойры, тянется к Авой Дезойре, мимо синагоги Бейтмидроша, тянется к Бейтмидрошу. И она понимала, что в ней рождается что-то такое непонятное двух направлений. И она пошла в Ешиву Шема Эвера к пророкам, чтобы Ледрош, какова природа этого ребенка, ей было отвечено, что это два ребенка. Она пришла к Нави Ледроша Дгашем, чтобы Ашем указал правильность пути. И любой человек, который хотел искренне служить Всевышнему, он мог подойти к пророку для того, чтобы пророк, а пророков было навалом, для того, чтобы пророк указал его его индивидуальность пути в службе Всевышнего. Сегодня у нас немножко другая проблема. Проблема в том, что пророков нет, но эта проблема вырастает из того, что если бы они были, то мы бы все равно ничего не поняли, что они говорят. Поэтому Всевышний их и убрал, потому как мы не умели слушать. И это то, что сказано, что у Адама, Адам должен приготовить себя, свое сердце к правильной службе Всевышнему. Это первый пасук. И когда он готовит свое сердце, чтобы ледрошить Ашем спросить у Всевышнего, то тогда ответ языка, который пророк дает этому человеку, это тот ответ, который Всевышний вкладывает в уста пророка в соответствии с тем, насколько человек хочет понять, что от него требуется для службы Всевышнего, какой путь ему выбрать. В тот момент, когда кончилось пророчество, то теперь у нас есть Руога-Кодыш. Это уровень, который много-много меньше. Но говорит Гаон интересную вещь, что в Израиле остался Руога-Кодыш. И Иш-Рухогу-Едену. Это пасук, который приводится из Ишая-Ягу, что каждому человеку на этот вопрос будет отвечать его собственный Руога-Кодыш. То есть у каждого человека есть Руога-Кодыш, который сообщит ему, по какому пути ему надо идти, его индивидуальная Аватад-Гашем. И это будет соответствовать этот Руога-Кодыш. Понятно, что он не услышит это как пророчество. Впрочем, как пророчество звучит, я тоже не очень знаю, так же, как с беременностью. Но человек это не услышит как пророчество. Услышит каким-то другим образом. Но он получит сиютедешмая, помощь от Всевышнего, чтобы Всевышний вложил ему мысли о том, по какому индивидуальному пути он должен идти, в соответствии с тем, как он приготовит к этому свое сердце. И говорит Гаон, что вот этот Руога-Кодыш находится у каждого человека. И приводит несколько источников, откуда мы это знаем. Но Ашри Адам Ло Ихшов Гашем Ло Авон Эйнбера Хойрам Ия. Дальше он приводит Васуки Сдгилем, который подтверждает то, что мы только что сказали. Имеется в виду, что мысли человека, они в принципе руководятся четырьмя направлениями. Эти направления, они соответствуют четырем буквам имени Всевышнего, и они же соответствуют четырем элементам, из которых состоит мир. А это элементы огонь, вода, воздух и прах. Земля. Они соответствуют четырем направлениям на небе. Так объясняется в Зогаре. И они соответствуют четырем буквам имени Всевышнего. И так же, как у человека, у которого есть цельный вот этот Руог, то все четыре направления, все четыре эти элемента, которые есть, они соответствуют четырьмя буквами имени Всевышнего, и этот человек называется цельным человеком. У него нет никакого отклонения от того пути, которым он должен двигаться. И это то, что сказано, что человек, все его пути кажутся ему правильными в их глазах. И это то, что сказано. Гарбэ махшавот бэллафишвэй цад гашэм такум. Много мыслей в сердце у человека, но правильный путь укажет Всевышний. Дальше я пропускаю некоторое количество цитат, которые доказывают то же самое из самых разных мест. Но, если, не дай бог, у человека в сердце есть маленькая какая-то, как ты сказал, маленькая заинтересованность, личная заинтересованность, для того, чтобы пойти в другом направлении, то тогда этот человек грубо падает с небес на землю до такого состояния, что он уже не может подняться. И он сворачивает с пути Всевышнего его митцвод и не знает, где он сам находится. Но для того, чтобы направить, выбрать, вернуться и выбрать нужные направления по пути ко Всевышнему, то есть нужно заставить себя пойти по тому пути, который только для одной цели. Раскрыть, к воду Гошему, славу Всевышнего в этом мире, поскольку это и есть желание Творца. И сделать так, чтобы все мысли, все действия, которые у него есть, это были лама-ан-иху, то есть это митцвод-асе и згерут, внимание, чтобы не нарушить митцвод-лот-асе. И тогда они выправят его мысли, его мысли станут соответствовать тому, для чего он создан. То есть главный рацион Гошема – это Тора и заповеди. Потому что все, что сделал Всевышний, создал Всевышний, он сделал ради этих двух букв, Ге и Ваб, письменные Торы, заповеди делай, заповеди не делай. Здесь сказано «пааль». «Пааль» – это слово «пааль Гошем», сделал Всевышний. Я не знаю, как правильно действия Творца. Не знаю, как лучше перевести. Это имеется в виду, что «пааль» это сделал в скрытой форме, то есть он приготовил награду для праведников за эти действия. То, что скрыто, оно скрыто за счет того, что мы сделаем буквы Ге и Вав, то есть Тору и заповеди, которые будут открыты. Вот это открытие Тора и митцвод, которое мы делаем в этом мире, это главная часть, за счет которого раскроется то, что скрыто Всевышним. И последний кусочек – кроша, нечестивец. То, что делает нечестивец – это Ситра-Охра. Это обратная сторона, которая приводит к наказанию. То есть Ситра-Охра – это обратная сторона Всевышнего, то, что скрыто. Это Ецар-Гара. Она нужна для того, чтобы привести к наказанию. А наказание того, кто приступает к заповеди, оно приведет к тому, что будет раскрыто через это наказание квод Всевышнего. Каким образом будет раскрытся квод Всевышнего, здесь объясняется Мальбимом и Первым Перушегаоном, объясняется, что когда мы увидим, каким образом Всевышний убирает Ситра-Охру из мира, убирает Рашуем из мира, то это будет квод Гошема. Это одно из объяснений. Есть еще, но я вижу, что я его не успеваю. Теперь, если у меня еще есть, там, три минутки где-то, то попробуем закончить Гагро, который написал сейчас еще маленький кусочек. Он написал другим шрифтом. Я уже много раз говорил, что когда он пишет другим шрифтом, это означает, что понять это почти невозможно. Но на каком-то уровне попробуем. И здесь сказано, все, что сделал Всевышний, сделал ради него, и также Раша он сделал для дня его зла. Потому что есть 50 ворот познания Творца. 50 ворот, которые Всевышний создал, Хамишим Шарейбина, те, кто знают, что это такое, 50 ворот разума. 50-е ворота, они не были открыты, даже Маширабейну, и будут открыты только во время прихода Машираха. И это тайна, понимание, которое называется Алма-де-Херут, мир свободы, то есть мир награды. И это, что это значит? Теперь есть Хидуш Гаона, который на двух-трех местах Мишли, я знаю, помню сейчас два места, по-моему, есть три, я помню два места, которые Гаон пишет в Мишли. И это известно, как Шита Гаон-Мивильна, что в Аризале Бепаштус написано иначе, в одном месте Аризале написано иначе, но я уже слышал и видел, что объясняет, что Аризаль то же самое имеет в виду, поэтому пойдем по пути Гаона, поскольку Аризаль, он очень, как бы, скрыто немножко пишет эти вещи, Гаон немножко более открытый, поэтому обычно считается, что Махлокиса нету, хотя так вот в прямом понимании, может быть, и есть, из тех, кто учат, что есть этот Махлокис. Во всяком случае, мнение вильнюсского Гаона, что есть только 49 ворот тумы, 49 ворот нечистоты, 49 ворот падения и 50 ворот подъема знания Всевышнего. 50-х ворот падения не существует, 50-е ворота их нету, говорит Гаон. И когда все 49 ворот падения, они заполняются, тумы заполняются, тогда все, вся тума, которую мы заполнили, 49 ворот, она идбаэр мингалам, она исчезает, истребляется из мира. И это то, что сказано, когда Всевышний закончит, истребит весь мусор до его окончания. Поэтому в этот момент, когда весь мусор будет истреблен, все зло будет истреблено, тут же открывается 50-я ступень, и все остальное исчезает из этого мира. И это то, о чем сказано. Коль пааль, все действие, которое сделано, это 50 воротов бины, и раша, нечистивца, слово раша и его гематрия, это 49. Вэ, раша, гам, раша, Вэ, гам, раша, гематрия ктона, это 49. Это 49 ворот нечистоты. Лэйомраа, ко дню его зла, это в тот момент, когда Всевышний уничтожает полностью зло, то все зло автоматически превращается в 50-ю ступень подъема. И таким образом получается, что когда человек достигает своей, как бы, полной своего уровня понятия зла, то в этот момент он автоматически переходит в понятие хамишим шарейбина. И это тайна того, что написано в Торе, я даю ремис, больше я не могу дать намек, тайна того, что написано в Торе, что человек, который митсойра, негацараат, который прокаженный обычно по-русски переводит, то в тот момент, когда его язва исчезает, он становится тагор. Если она не исчезает, но растет и покрывает все тело, кулона Ас-Салаван, все тело становится белым, все тело покрыто язвой, то он тоже становится тагор, он тоже очищается автоматически. Это переход с 49-й ступени падения на 50-ю ступень подъема. То есть есть два пути. Есть путь, когда человек поднимается и доходится до амплитуды 50 вверх, есть, когда он падает, 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 и достигает 50-й ступени падения, она же автоматически становится 50-й ступень к душе, 50-й ступень бина, до которой не дошел даже Машера Бейну, и который Идгалэба и Мода Машех, который раскроется в дни Машеха, в скорости в наши дни. Омен цело. И на этом я должен закончить, поскольку время истекло. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok